СМЕРТНЫЕ ГРЕХ 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 ХОЧУ, ГОСПОДЬ БАШНО ПРИНЯТЬ, ПРОТЕСТАНТСКИЙ НЕКТОРЫЙ ПОДХОД ИСУС МЕНЯ СПАС, Я ВЕРЮ НЕ ВАЖНО, ЧТО Я ДЕЛА ВЕРУ, МЕНЯ ЕСТЬ ВО ХРИСТА НО ВСПОМИНАМ СЛОВА АПОСТОЛ ИЛАЙКОВ БЕСЫ ВЕРУЮТ И ТРЕПЕЩЕТ А НИКАК ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ ИМ СПАСЕННИЕ БЕСЫ, САМОЙ ГЛАВНЫЙ, ХУЛИТЕЛИ ИМЯ БОЖИЕ ПТОНО ЧТО ОНИ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ НАСКОЛЬКО ВЕЛИК ГОСПОДЬ, ЧТО ОНИ ПОТЕРЯЛИ, НО НЕ МЕНЯЮТСЯ ЧЕЛЕК МОЖЕТ ЭТО НЕ ДО КОНЦА ПОНИМАТЬ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЗАКРЫВАЕТ СЕ ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ Да, Господи, прими меня с этими грехами Мы приходим, да, на покаяние, но говорим Господи, прими меня с этими грехами, потому что я хочу от них освободиться, а не потому что я хочу на них право себе оставить. А если человек думает, ладно, я приду, я просто возьму, подойду на исповедь, ну, список перечислю и могу опять дальше грешить. Вот это хула на Духа Святого. И есть, увы, и другая крайность. Тоже она может под личиной смирения скрываться. Причем смирение некоторое внешнее, не наигранное. Правда, человек в душе будет думать, что он смиряется, на самом деле закрывает путь к спасению души. Это когда он считает, ну, я такой грешник, Бог меня не спасет все равно. А раз и не спасет, то чего напрягаться-то? Я вот действительно, ну, точнее, если, может, милосердие будет, спасет, а так, вот, нет, не достоин я. Сознание приходит и говорит, ну, посмотри, вот Евангелие, вот ты, что совпадает? Ну, там один процент совпадает. Какие шансы у тебя? И человек тоже опускает руки. Или человек думает, ой, мне испытание, я заболел, с работы уволили. Обидчики торжествуют в силах, а я вот весь в изнеможении. Да, тоже, это, наверное, все. Не спасти душу. То есть, а тут это вообще абсурдная ситуация, что Господь помогает тебе, избавляет от греха, дает искупить какую-то свою вину, пройти, наследует Царство Небесное, тебя ждет, а тебя Сатана сбил, и ты отказываешься. Не, Господи, я в обиде на тебя. Я не принимаю это. Не хочу идти по этому пути. Я, да, такой грешный, вот, но все потеряно для меня. Что вот это горделивое холоно Духа Святого, что смиренное, в кавычках, холоно Духа Святого, это отказ от спасения души, потому что это грех непростительный, Господь хочет всех спасти. Но Он никогда нашу свободную волю, Он на нас сотворил по своему образу и подобию. Он никогда нашу свободную волю, над ней насилие творить не будет. Поэтому, если мы берем через этот грех, что так, что иначе, заявляем, Господи, я не хочу быть с тобой, неважно, или там, я хочу быть с тобой, но не хочу ничего для этого делать, то Господь, конечно, насильно в Царстве Небесное не возьмет. Это будет тот грех, который самый страшный, который, увы, может нас окончательно отделить от спасения, от Христа, от Духа Святого и Бога Отца. Продолжение следует...